Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается призрачный флоппи куб. Это младший брат призрачного куба 3х3х3 является по сути кубоидом 1х3х3 или флоппи куб. Примерно так же собирается Сэнгсо Гиро или Стар Фингер Трип. Но здесь форма гораздо интереснее. Стандартный флоппи кубоид позволяет делать вот так. И форма меняется. Собирать интересно. Здесь же подобные движения невозможны. Мы конечно можем повернуть под 90 градусов, но дальнейшие движения блокируются. Я не рекомендую этим злоупотреблять, так как головоломка может сломаться. Поэтому лучше так не делать и собирать только в одной плоскости. При желании конечно можно повернуть две грани вот так и вращать одно ребро. Но постепенно механизм расшатывается и портится. Также так делать не советую. Я покажу как собирать этот кубоид честно, только допустимыми поворотами. При перемешивании кубоид теряет форму и выглядит немного пугающе. Но бояться не стоит. Главное разобраться как здесь все работает. Для начала определимся с названием элементов. Большой пятиугольный элемент это центр. Элементы которые непосредственно связаны с центром будем называть ребрами. Но вот эти элементы меньшего размера и разной формы будем называть углами по аналогии с классическим флоппи кубиком. Углы касаются центром только одной вершинкой и перемещаются по головоломке. Ребра только вращаются. Также стоит заметить, что все элементы одного цвета. Но на наклейках и есть штриховка. И штриховка элементов одной грани должна совпадать. Сейчас я держу кубоид в том положении, когда вся штриховка горизонтально. На другой грани будет рисунок иной. Здесь вот вертикально. На разных моделях направление штриховки может незначительно отличаться. К примеру, здесь в той же ориентации штриховка вертикальная, а здесь горизонтальная. Если развернуть в симметричное положение, то здесь будет горизонтальная. Направление может различаться, но принцип сборки будет такой же. Также для сборки можно использовать коробку, чтобы узнать, где какие элементы должны стоять. Но это может потребоваться только в самом начале знакомства с этим кубоидом. Дальше все уже будет проще. Обратим внимание на положение кубоида, которое изображено на коробочке. А именно, вот эта вот полоса ровная, она находится снизу. Это вот такое положение. Я рекомендую в таком же либо зеркальном положении кубоид и собирать. На вот этой модели горизонтальная штриховка в таком положении, где слева чуть потолще полоска, справа потоньше. На этом кубоиде наоборот. Я привык собирать из такого положения, когда вот этот пятиугольник находится одной стороной вниз и штриховка горизонтально. Именно стороной, а не углом. Сторона вниз и штриховка горизонтально. В этом положении я начинаю собирать нижнюю полоску. В перемешанном состоянии не всегда очевидно, где такое положение. К пример, если смотреть здесь, штриховка вертикальна. Сделаю ее горизонтальной, но она не параллельна вот этой стороне. Значит, эта грань не та. Им неудобнее собирать за другой. Переворачиваем, делаем горизонтальную штриховку и видим, что она параллельна вот этой нижней стороне. На других моделях может быть чуть-чуть под углом, но принцип такой же. Дальше, для начала можно развернуть вот это нижнее ребро, так чтобы штриховка совпадала. Видим здесь горизонтально, здесь горизонтально штриховка подходит, а значит можно собирать уголки. Один уже стоит на месте. Поищем другой. Он один из самых крупных. Вот такой уголок. Просто оставим его сюда. И вот у нас получилось почти удачно. Здесь даже ребро совпадает по штриховке, ну и по форме. Нижняя полоска готова, но так легко бывает не всегда. Рассмотрим другие случаи. Вот опять похожее положение. Разворачиваем нижнее ребро, проверяем, что наше положение верное. Штриховка горизонтально, элемент тоже с такой же штриховкой. Видим, что вот у нас нужный уголок и вот этот. Это самый крупный, этот продолговатый и пошире. То есть два крупных элемента. Этот попробуем подвести сюда. Не подошел. Попробуем к другой стороне. Развернем. Тоже не подошел. Если элемент ни одной стороной не подходит, его нужно прогнать по кругу и попробовать с этой стороны подвести. Пробуем. Подводим. Не подходит. Отменяем движение. Разворачиваем нижнее ребро. Пробуем еще раз. Теперь подошло. И он должен быть слева. Попробуем вот этот элемент тоже подвести к ребру, пока он недалеко. подводим сюда. Разворачиваем свободным местом ребро. Подводим. Видим, что не то. Не совпадает ни штриховка, ни форма. А значит по кругу опять прогоняем. Вращаем. Вот она уже здесь. Сюда. Здесь разворачиваем ребро свободным местом. И вставляем. В итоге нижняя полоска готова. Остается развернуть вот эти ребра. Но это уже развернуто правильно. Разворачиваем вот это. Для разворота двух соседних ребер можно использовать нехитрый алгоритм. Попеременно их повернуть трижды. Развернем сейчас вот эти два ребра. Вращаем первое. Вращаем второе. Еще раз первое. Еще раз второе. Третий раз первое. И третий раз второе. В итоге ребро развернулось. Положение этого было пока не важно. При сборке первой полоски могут оба ребра сразу повернуться как надо. Может быть одно правильное, второе нет. Либо оба неправильных. Решается все одинаково. Если нужно развернуть это ребро, то мы вращали бы это и это трижды. После этого нужно развернуть вот эти два ребра так, чтобы штриховка совпадала. В данном случае уже и так есть. Допустим, что так не было. Мы видим, что и штриховка и форма квадратного особо не вырисовывается. А в итоге должен получиться квадрат. Разворачиваем. Так видно по контурам ребер. Одна линия. Квадрат должен получиться. Видим, что три оставшихся уголка стоят как-то неправильно. Для того, чтобы их менять местами, можем применить комбинацию пиф-паф, которая используется в кубике рубика, в пирамидке, с кьюбе и других головоломках. Здесь она будет выглядеть следующим образом. Мы вращаем одно ребро, потом второе, опять первое и снова второе. Всего четыре движения. Можно начинать с левого, можно начинать с правого. Эффект будет разный, но сейчас пока не понятно, что нам делать. Форма сложная, особенно если мы собираем головоломку впервые. Поэтому делаем просто какой-то пиф-паф, чтобы что-то изменилось. Смотрим, что получилось. Здесь стал угол, здесь и здесь. Все как-то криво. Если не получилось первого раза ничего полезного, просто делаем тот же самый пиф-паф еще раз. Проверяем. Здесь у нас стало ровненько, элемент стоит на месте, а эти два как-то нехорошо. Кажется, что их нужно поменять местами, но на самом деле нет. Их нужно на месте развернуть. И они могут находиться рядом, как сейчас, либо через один угол. Покажу решение каждого случая. Если они рядом, мы располагаем их сверху и начинаем вращать с правой стороны. Вот этот уголок отправляем сначала сюда вниз, потом еще дальше. Он сейчас здесь. Поднимаем чуть выше и меняем местами с его другом, который тоже нужно развернуть. Поменяли. Теперь уголок, который стоял здесь, находится тут, а который был тут, пока здесь. Его отправляем обратно. Так. Так. И вот так. И здесь меняем их местами. Что получилось? Вроде было криво и осталось криво. Но если присмотреться, то форма квадрата по уголкам вырисовывается. И здесь штриховка совпадает с центром. Но вот эти два ребра развернулись. А для разворота двух ребер алгоритм уже известен. Нужно каждое из них попеременно повернуть трижды. Вращаем. Левая. Правая. Левая. Правая. Еще раз левая. И еще раз правая. И все. Призрачный флоппи-куб собран. В случае второй два уголка, которые нужно развернуть на своих местах, находятся не рядом, а через один угол. Поступаем примерно так же. Располагаем их слева и справа. Сверху правильный уголок. Начинаем справа. Опускаем вниз. Разворачиваем нижнее ребро. И меняем два неправильных уголка. Поменяли. Правляем. Вот этот сюда. Поднимаем. Поднимаем. Здесь их меняем местами. И восстанавливаем. Также остается развернуть два вот этих ребра. Вращаем одно. Второе. Одно. Второе. Одно. Второе. И все. Собрано. Покажу пример сборки для закрепления. Пятиугольник. Штриховка. Горизонтальная. Развернем для начала нижнее ребро, чтобы штриховка совпадала. Теперь слева должен быть элемент, который потолще. Справа, который потоньше. Потолще стоит на месте, но, видимо, развернут неправильно. И правый тоже. А значит, каждый нужно развернуть. Развернем с этого. Здесь расподворачиваем ребро нужной стороной. Подгоняем уголок. Все хорошо. Вот этот угол надо также по кругу развернуть. Вращаем. Разворачиваем ребро. Подставляем уголок. Видим. Все красиво. Хорошо. Штриховка совпадает. Все отлично. Но нужно развернуть ребро. Это и это. Разворачиваем алгоритм. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Шестое движение можно не делать, так как вращение этого ребра пока нам не важно. Так же здесь. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Все получилось. Все хорошо. Так. Теперь. Ну, видимо, здесь штриховка. Если бы была вот так, не совпадала. А вот так штриховка совпадает. Уголки стоят все в разнобой. Делаем пиф-паф. Так. Этот угол встал на место. А эти два нужно развернуть на местах. Это наиболее частая ситуация. Начинаем справа. Раз. Два. Три. Четыре. В одну сторону. Раз. Два. Три. Четыре. В другую. Смотрим, что получилось. Уголки все стоят хорошо. А два вот этих ребра нужно развернуть. Опять шесть движений. Попеременно. Каждое вращаем. Первый раз. Второй раз. Третий раз. Все собрано. Иногда получается вот такой вот конфуз. Кажется, что все красиво, но не совсем решается легко. Просто вот повернуть один уголок. В общем, несложная головоломка. Но у некоторых вызывает трудности. Здесь нечетное количество сторон. Поэтому возможны вот такие ситуации, где нужно два элемента развернуть на своих местах. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.